Деградировать. Ты ничего нового не узнаешь, ты с людьми о новом не общаешься, потому что все одно и то же, каждый день, каждый день. А хотелось чего-то нового, хотелось жить по-другому, потому что идешь по улице, ты видишь, какие едут машины, ты видишь, в чем ходят люди, ты видишь, какие они счастливые, радостные. А ты другая, у тебя постоянно какие-то проблемы, ты постоянно все о чем-то думаешь, тебе всегда что-то не устраивает. И, вы знаете, я заметила одну простую вещь. Когда человек работает на кого-то, всегда жалуется на своего хозяина. Всегда. Я ни разу не слышала, чтобы человек сказал, слушай, у меня классная работа, у меня там деньги мне платят замечательные, хозяин у меня супер. И, чтобы я ему не сказала, он во всем мне помогает и поддерживает. Всегда на что-то не устраивает. И вот я всегда приходила, вот я сейчас вспоминаю по истечению времени, когда мы после смены встречались, и разговоры-то у нас всегда были вот среди знакомых, только работе. Это не так, то не так, тот сказал не то. Вот знаете, как обычно собираются люди, я сейчас вспоминаю, как бабки на лавочке. Они же всегда садятся, и их всегда что-то не устраивает. То правительство, там начальники, там еще что-нибудь. Так вот я в тот момент, у меня сейчас вот ощущение, что я была как те, мы были как те самые бабки. Мы сидели и только перемывали косточки хозяину, что все плохо работают, и вообще жизнь непонятно что. И как только я пришла в проект, как только я стала с ним сотрудничать, вы знаете, жизнь у меня кардинально изменилась. Самое важное, что у меня изменилось, это мои мысли. Я стала думать совсем по-другому. Пришла я сюда пользоваться продукцией, я никогда не думала, что я буду здесь зарабатывать деньги. Я думаю, ну так, может быть, еще что-нибудь подработаю. Но дело в том, что это так меня увлекло, мне понравились люди, они все такие позитивные, они счастливые, у них всегда в жизни происходит что-то новое, интересное. И я стала сравнивать свою жизнь и поняла, что на самом-то деле жизни как-то какой-то ее и нет у меня на предприятии. Каждый день, даже в игре какой-то день, ничего нету такого экстраординарного, чего-то интересного. Потому что на самом деле жизнь запоминается какими-то интересными моментами. И когда спрашивают в жизни, а что у тебя, и вот всплывают эти вот моменты интересные, когда ты чего-то сделал, когда у тебя что-то интересное произошло. Но, к сожалению, до проекта у меня этого не было. И только в проекте у меня стали приходить вот эти вот интересные. Я, кстати, в проекте стала получать подарки. Я никогда на предприятии не получала. Ну да, что-то там давали, так, по мелочам. Но здесь я стала получать огромное количество подарков за свою работу. За то, что я работаю на себя, мне еще и подарки дали. Понимаете, это просто удивительно. Здесь стали сбываться мои мечты. А на самом деле я здесь, кстати, научилась и мечтать. Потому что раньше я... Ну, о чем мы раньше мечтали? Ну, чтобы денег хватало там на еду, чтобы деньги всегда были на одежду, там чего-то хочется купить. А о чем-то подумать, о таком, о глобальном, ну, не могли, потому что, ну, денег ведь нет. И знаете, я всю жизнь мечтала... Я не москвичка, я приехала в Москву, у меня всю жизнь была одна мечта, чтобы у меня была своя личная квартира. Вот не знаю, почему у меня всегда была эта мечта. Но я отлично понимала, что работая где-то на работе, я никогда не смогу заработать квартиру. И это просто нереально. Потому что сразу денег, чтобы купить квартиру, нет. Нужно брать кредит. А для того, чтобы брать кредит, у тебя должен быть определенный доход. Ну, даже хорошо, если этот доход есть. Но иногда бывает такое, что тебя сокращают. И дохода нет. И вот что тогда делать? Вы знаете, я это очень хорошо ощутила, когда работа на предприятии. У нас было одно-одно в Москве, стекольного производства. Нас сократили. Предприятие стало банкротом. И когда тебе не выплачивают деньги, ты выходишь на улицу, и ты не знаешь, что делать. Но я, слава богу, вот говорю, что мне на пути попался этот проект. Я познакомилась с Лизой, когда она принесла просто к колодкам. Я очень ей за это благодарна, что она дала мне вот эту вот ниточку. Она мне, знаете, как Ариадна, да? Она дает нить Ариадну. И ты, держась за нее, уже потихонечку идешь. Ищешь выход из вот этого лабиринта, в котором ты находишься. Так вот, Лиза Обнева, она и показала нам этот путь. Дала вот эту ниточку, чтобы мы могли из этого лабиринта выбраться. И, в принципе, вот наш проект этот, он и дает нам возможность выбраться оттуда, где мы находимся, и прийти именно туда, куда мы хотим. И, ну, согласитесь, чтобы исполнять какие-то наши желания, чтобы что-то получить, нужны деньги. И поставьте мне, пожалуйста, плюсики. Кто бы хотел вот так вот заниматься по хозяйству? Ну, как обычно женщины, да, это у нас вот такая вот картинка. Кто бы хотел вот так вот просто метлой заметать деньги? Я бы с удовольствием работала где угодно, если бы вот так вот метлой можно было к себе в кошелечек загонять деньги. Но, к сожалению, на такой работе, где бы мы не работали, нужны определенные вещи. Нужно, во-первых, образование. Ну, для того, чтобы получать хорошие деньги, нужно образование. Это обязательно. Нужно устроиться очень хорошо, чтобы тебя еще взяли на эту работу. Потому что для этого нужно определенный какой-то человек, который тебя порекомендует. Согласитесь, невозможно вот так вот прийти и сказать, возьмите меня, хоть у тебя и семь пядей во лбу. Почему я это говорю? Потому что, когда нас сократили, я стала на биржу, на биржу труда. Ну, я всегда читала книги, потому что работать на работе, где ты не развиваешься, это ужасно. И мне приносили огромное количество. Вот книги я просто и не зачитывалась в любую свободную минуту. И, знаете, когда я пришла на биржу, и мы стали разговаривать, ну, там есть определенные тесты, ты на них отвечаешь. Я стала отвечать на вопросы. И мне вот эта женщина, которая проводила тест, ну, менеджер на этой бирже, она сказала, вы знаете, вы можете работать помощником директора. Ну, вот, судя по тому, как вы отвечаете, как вы мыслите, но вас никто не возьмет на эту работу. По той простой причине, что у вас нет образования. Нету просто корочки. Для того, чтобы мне устроиться на эту работу, меня должен кто-то либо порекомендовать, ну, у меня таких людей нет, да, знакомых, которые бы меня порекомендовали, либо вы должны пройти без, ну, как бы, без отдела, я уже забыла, как он называется, когда ты приходишь на работу, тебя устраивают. Вот. Без секретаря, потому что в первую очередь, как только ты приходишь, спрашивают документы. И, в принципе, вот, отдел кадров, спасибо, Гузы. А без отдела кадров до директора ты никогда не дойдешь. И в итоге что у нас получается? Как бы ты умной ни была, сколько бы у тебя не было образования и желания, на такой работе продвинуться куда-то вверх очень сложно, потому что там всегда находятся люди, которые хотят это место и без тебя занимать, и без тебя хотят зарабатывать деньги. Я же пришла в бизнес, да, у нас называется так интернет-бизнес. И когда, вот, я первый раз, когда услышала это слово, бизнес, для меня это было страшно, потому что я никогда этим не занималась. Какой бизнес? Господи, я девчонка из деревни, я работала на заводе, и тут бизнес. Я не знаю, как разбираться с деньгами, как вообще что-то считать, понятия не имеют, как к нему вообще подступиться. И огромное количество людей думает точно так же. Ведь все как думают, что бизнес, для бизнеса нужны деньги в любом случае. Какой бы ты бизнес ни открывал, там, либо магазин, либо какую-то палаточку, я не знаю. В любом случае нужны вложения. И все говорят, у меня денег нету. Как начать бизнес? Так вот, на самом деле, когда у тебя есть желание, всегда найдется возможность, всегда найдется способ эти деньги заработать. Вот давайте посмотрим основатель WhatsApp. Кямпун. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто знает, что такое WhatsApp? Кто на нем общался когда-нибудь? Знаем. Так вот, основатель... этого WhatsApp, житель Украины. Он родился на самом деле на Украине. И приехал в США с мамой. Денег у них не было. Он работал, кем только, в принципе, не работал. И уборщиком, и, я не знаю, в ковиде, потом в колледже учился, потом бросил его, потом работать пошел, потом ушел с работы. Смотрите, как у него жизнь. Потом он стал развивать WhatsApp, но у него ничего не получалось, и он думал, все, я сейчас этот WhatsApp закрою, чтобы его вообще не было. В итоге, в 37 лет он продает свой WhatsApp за 19 миллиардов долларов и живет в свое удовольствие. На самом деле, даже если у тебя нет денег, всегда найдется способ, ты его найдешь, если у тебя есть желание, найдешь ту возможность, чтобы получить, чтобы, вернее, жить так, как ты хочешь. Второе, очень часто люди думают, что, ну, уже поздно. Это начинать надо, ну, когда там ты вот вся с энергией, ты у тебя, ты после института такая энергична, вот тогда, а куда уж мне начинать, мне пить, и не за горами. О каком бизнесе вы можете говорить? У меня тут дети, какой тут может быть бизнес? Вот еще мой пример. Бизнес можно открыть и в 35, можно в 40, 42, это не предел, можно и в 65. Все знают такую сеть, как KFC. Харлан Сандерс, он основал эту сеть, пищевую сеть KFC. с курочками, в 65 лет. А мог бы сесть и сказать, а куда мне уже? Наверное, ну, срок уже скоро, я уже на пенсии, зачем мне это надо? И стал миллионером. А Кока-Колу изобрели, в 55 лет Джон Пембертон. Поэтому, когда вам, куда у вас есть желание, когда вы чего-то на самом деле хотите, неважно, сколько вам лет, неважно, есть ли у вас образование или нет, потому что научиться можно всему. Самое важное, чтобы у вас была мечта. Вот как только у вас появляется мечта и желание, когда вы что-то хотите изменить в своей жизни, сразу же появляется возможность. Знаете, не зря говорят, если есть ученик, всегда найдется учитель, который его научит. Так вот, когда я хотела что-то изменить в своей жизни, и мне не важно было, сколько мне лет, вы знаете, я на самом деле села и подумала, мне столько лет, на тот момент, мне было где-то около 30-35, наверное, не помню даже, сколько было это. Вот. И я села и подумала, ну, в принципе, в итоге, чего я в жизни добилась, а на самом деле-то ничего, но чего-то хотелось, очень хотелось. И когда у меня было желание, пришла возможность. Вы знаете, почему интернет-проект? Давайте с вами обратим внимание. Вот через интернет сейчас покупается все. Пошли мы на кино, билеты мы заказываем через интернет. Через Яндекс.Маркет я покупала себе ноутбук. Мы всегда смотрим Авито, ЮА, что-то выкладываем сами, продаем, что-то покупаем. У меня стиральная машинка сломалась, я зашла на Про Перу, нашла мастера, мастер пришел, сделал мне машинку стиральную. Все сейчас идет через интернет. Ты спокойно сидишь дома, деньги ты можешь тоже оплачивать, все счета через интернет. Это потрясающая возможность. Это возможность, которая открывает нам двери, ну, я не знаю, в любой уголок, куда ты не можешь заглянуть. Это все дает интернет. И благодаря этому мы создали наш проект. Проект интернет-бизнес на раз, два, три. Мы поняли, да и не только мы, сейчас любой бизнесмен говорит, что если у тебя нет бизнеса в интернет, то у тебя бизнеса нет вообще. Что же это такое? Вообще, что за это такое за зверь, этот интернет-бизнес, да? Что это за зверь такой? Это наш проект. Вы знаете, наш проект, он держится на таких трех китах. Это пользоваться, приглашать и посещать. Мы здесь, в этом проекте, делая простые действия, я бы так, как и в названии, прям вот раз, два, три, делая эти простые действия, здесь можно строить свой бизнес и исполнять все свои желания. С чего же начинается? Вообще, какой первый шаг нужно сделать для того, чтобы вступить в наш проект? Ну, самое первое, это получить свой дисконтный номер, оформить онлайн-заявку. Онлайн-заявку вы можете оформить того человека, кто вас либо пригласил на вебинар, либо написал вам предложение. Мы приходим в проект. Первое, что мы делаем, мы покупаем в магазине продукцию. Сразу хочу сказать, что у нас здесь нет вложений. Мы не вкладываем сюда деньги, мы покупаем то, что нам нужно. И вот сейчас, даже если вы отойдете от монитора компьютера и зайдете к себе в ванну, откроете ее, вы увидите там огромное количество косметических средств. Там есть мыло, баночки там с гелями, баночки с шампунями, с кондиционерами для волос. Если вы откроете косметичку, вы увидите там тушь, губную помаду, тени, может быть тон. У каждого свое. Но вот даже если взять просто ванну, если вы зайдете в ванну и вас, посмотрите по своим баночкам, вы увидите, что у вас там закончилось шампунь. Скажите, пожалуйста, вы когда идете в магазин и покупаете в магазине, вы же не вкладываете деньги, а потом вы говорите, слушай, я вот пришла в магазин для того, чтобы вложить вам деньги. Вы покупаете то, что вам нужно. Мы не можем обходиться сейчас без этих продуктов. Так вот, первый шаг, который мы делаем, мы меняем тот магазин, в котором мы покупали раньше, на свой интернет-магазин. Потому что, как только мы даем заявку, как только мы присоединяем, вы присоединяетесь к проекту, первое, что вы получаете, это скидку на весь ассортимент вашего интернет-магазина. Как только вы получили ответ на свою заявку, вам открывается ваш интернет-магазин. Там более 1500 наименований, там и косметика, там и аксессуары, там и продукты здорового питания. Вы можете выбрать именно то, что вы хотите. Не хотите пользоваться ароматами, пожалуйста, вы можете выбрать аксессуары или косметические средства. Не хотите пользоваться косметикой, пожалуйста, гели для душа, мыла, все, что вашей душе угодно. На любой аромат, для... Я не знаю, на выбор. Здесь невозможно не угодить. Огромный выбор. И вы покупаете, плюс к этому вы еще берете эту продукцию на 20% дешевле. Мало того, вы на 100% уверены, что здесь нет подделок, потому что это ваш интернет-магазин, это ваша продукция, и продукция у нас идет от производителей. производитель. Смотрите, как интересно получается. Мы приходим в магазин, в чем работа? Да, мы покупаем продукцию, и оказывается, что за то, что мы пользуемся этой продукцией, заходим в свой интернет-магазин, покупаем продукцию, так за то, что мы покупаем эту продукцию и моем си, мы за это получаем еще и деньги. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто из вас ходил в магазин, в любой магазин, я не знаю, Ашан там, Пятерочка, и брал там шампунь, ему возвращали 20% с его покупки? Если нет, поставьте минусы. Не возвращали. Так вот, здесь, когда вы покупаете в своем интернет-магазине, вы получаете 20%. Покупаете качественную продукцию, не подделку и по доступной цене. Что же здесь есть? Еще раз повторюсь. Вы знаете, здесь продукты, от которых мы не можем отказаться в нашей повседневной жизни. Это мыло, это зубная паста, это зубная щетка, это дезодоранты, шампуни, кремы для рук, мочалки, сумочки. У нас есть все на любой выбор. Я просто показала часть тех продуктов, которыми я пользуюсь. И поставьте, пожалуйста, минус те, кто не пользуется шампунем, гелем для душа, мыло, зубной пастой. Никто не пользуется этим? Или все-таки пользуетесь? Поставьте, пожалуйста, плюсы тех, кто пользуется продуктами. Может быть, сейчас вы не этими продуктами пользуетесь, а какими-то другими. Но в любом случае вы пользуетесь. Невозможно прийти с улицы и не помыть руки. Мы всегда это делаем. Я не представляю людей, которые утром не чистят зубы. Да мне кажется, никто не может такого представить. Это может быть раньше было, сейчас уже все по-другому. Поэтому покупаем продукцию. Это наш первый шаг, который мы делаем в нашем проекте. Но наша с вами задача организовать товарооборот. Чтобы наш интернет-магазин, который мы получили, давал нам прибыль, и чтобы мы получали деньги. Правильно? Так вот, как же эту прибыль, как же этот товарооборот организовать? Я же не могу сама это сделать. Правильно? Я же не могу сама накупить себе огромное количество продуктов. Я просто не смогу их никуда реализовать. Да и не приглашаем вас сюда для того, чтобы продавать продукты. Мы делимся этим со своими родными и близкими, а может быть, и со всеми неродными и близкими. Мы делимся этим и показываем, рекламируем свой интернет-магазин через соцсети. Мы приглашаем людей. И чем больше мы пригласим людей в свой интернет-магазин, тем больше будет товарооборот. Чем больше будет товарооборот, тем больше компания нам заплатит. Потому что в проекте нам платят за организацию товарооборота. Как же этот товарооборот сделать? Вообще, что? Кто помнит такой фильм, где по секрету всему свету, что случилось, расскажет. Кто помнит эту песенку? Когда-нибудь слышали ее? Вот на самом деле мы в жизни живем этим каждый день. Мы в жизни кому-то что-то рекомендуем. И даже если вы кому-то скажете, слушай, я тебе по секрету расскажу, но ты никому. И тут же знали все. У кого такое было, поставьте, пожалуйста, плюс. Мы, люди, на самом деле устроены так, что мы не можем не говорить. А тем более молчать о том, что мне нравится, я просто физически ну не могу. Я буду об этом рассказывать всем. А если тем более за то, что мне нравится, то, что я делаю, мне еще и платят деньги, так я не только молчать не могу, да я буду кричать на этом, на каждом углу. Так вот, в нашем проекте не надо кричать на каждом углу. Мы просто делимся через интернет нашей возможностью с тем людям, с кем мы дружимся. Вы это делаете в интернете по-любому. Все равно ведь приходят заявки, давай подружить, либо вы отправляете кому-то, давай дружить. Правильно? Это и до этого было, и до проекта. Только до проекта мы просто либо болтали, либо какую-то интересную картиночку выкладывали, лайки получали, как сейчас говорят. Так вот, сейчас за то, что вы даете людям возможность также отправлять либо интересную картиночку о возможностях, либо рассказываете им об этом, пишете, и людям нравится ваше предложение, вы получаете за это деньги. Вы знаете, в принципе, мы делаем рекламу, рекламу в своем магазине, а реклама сейчас стоит очень хороших денег. И поверьте мне, если даже давайте представим, что тысячи человек придет и купит себе просто на тысячу рублей. Это сумасшедший товарооборот. С этого товарооборота вы получаете деньги, строго оговоренный процент. И этот процент, эти деньги вы можете потратить на то, о чем вы мечтаете, то, что вы хотите. И сразу хочу вам сказать, что в нашем проекте, когда вы приходите сюда, мы помогаем для того, чтобы начать зарабатывать самой, наша задача научить всех вас, чтобы вы зарабатывали деньги. Чем больше будете зарабатывать вы, тем больше будем получать мы. Поэтому наша задача заключена в том, чтобы научить вас. И делаем это мы не просто словом, мы помогаем это и в процессе работы, но и делом тоже. Давайте посмотрим на картиночку. Вот смотрите, спонсор, самый верхний. Спонсор это тот человек, кто вас пригласил в проект. Чуть пониже сидите вы. Спонсор, когда вас приглашает, он говорит, я буду тебе помогать. И моя задача, пока ты учишься, пока ты начинаешь вникать в процесс работы, моя задача помогать тебе раскручивать твой интернет-магазин. Я буду сама в твой интернет-магазин, пока ты обучаешься направлять людей, регистрировать их под тебя. Но твоя задача учиться и повторять меня, делать то же, что делаю я. Также рекламируйте. Смотрите, что происходит. Мы регистрируем людей один под одного. Одну веточку вам строит спонсор, вторую строите вы. и со всего товара оборота вы получаете, со всего, со всей структуры, которая у вас происходит. Вот смотрите, вначале делаем вдвоем, потом начинают приглашать ваши люди. И вот все те люди, которых пригласил спонсор, кого пригласили вы, которые будут приглашать ваши новички, это все ваша структура. Каждый человек приходит, покупает для себя то, что ему нужно, то, что ему необходимо, из этого товара оборота вам платят деньги. Тысячи человек по тысяче рублей в миллион. Я считаю, это очень симпатичные деньги. А теперь представьте, если вы будете получать сто тысяч каждые три недели, вы сможете их куда-то потратить? Всегда есть куда потратить деньги. Вы знаете, всегда говорят, когда спрашиваешь, а сколько ты хотела бы зарабатывать, все говорят, чем больше, тем лучше. Определитесь со своими мечтами. Представьте, куда вы их можете потратить. Вот даже просто сидя на диване, представьте, у вас есть сто тысяч. Куда вы их потратите? Может быть, вы детям что-то купите? в себе? Может быть, вы это сделаете для родителей? Я не знаю, но это реально в нашем проекте. Вы всегда здесь сможете заработать денег, если у вас будет желание, если вы хотите этого сделать. И знаете, умная женщина деньги не тратит, она их в себя вкладывает. Мне очень понравится вообще эта фраза, потому что в любом случае женщина тратит и вкладывает деньги только в себя. Если она покупает косметические средства, она вкладывает свою красоту. Если она покупает одежду, она вкладывает в красоту. Если она обучается, она вкладывает их в себя. И вы знаете, даже те деньги, которые вы вкладываете в обучение, их никто не сможет у вас забрать, потому что это ваше. Но хочу заметить, что в нашем проекте, когда вы приходите, вы не платите за обучение. Мы обучаем и помогаем бесплатно. Вы за это не платите ни копейки. Потому что мы заинтересованы, чтобы ваш рост был как можно быстрее. Чтобы вы как можно быстрее зарабатывали здесь деньги. Но чтобы научиться, чтобы эти деньги зарабатывать, нужно обязательно этому учиться. Без этого никак. Поэтому здесь в проекте мы с вами учимся быть богатыми, счастливыми и помогать другим. Потому что я уже сказала, что помогая другим, ты можешь помочь себе исполнить свои желания. Но чтобы исполнить свои желания, ты должен помочь другим исполнить их желания. Смотрите, как интересно. так вот наши три кита пользоваться продукцией, пользоваться тем, что мне просто необходимо. Я покупаю в своем интернет-магазине, я рассказываю, рекламирую его всем через соцсети и обучаюсь этому. Делая три простые действия, мы с вами можем осуществить все то, что задумывается, продуманно. Но возникает вопрос, да, интернет-магазин, а вообще продукты-то откуда? Откуда косметика? Вы знаете, когда мы организовывали это все, у нас мы выбирали компанию. С какой компанией было удобно работать? Потому что, во-первых, если продукт, то он должен быть отличнейшего качества. потому что, если человек купил этот продукт один раз, ему этот продукт должен понравиться, чтобы он еще раз купил. Правильно? Этот продукт должен быть от производителя, чтобы не было никакой подделки, чтобы сертификаты были. Партнер, который производит этот продукт, должен быть не только, что пришел на рынок, а он должен себя зарекомендовать, потому что фирмы, которые открываются, ну, как минимум 7 лет, они должны поработать, чтобы показать себя, чтобы не уйти с рынка. Как правило, через 5 лет из всех фирм, которые открываются, остается только 90%, а остальные уходят, не выдерживают консеренции. Поэтому наша задача была найти себе партнера, с кем бы мы могли строить свой бизнес, партнера идти с ним рука об руку, и если что, который смог бы всегда поддержать. И этого партнера мы нашли. Это компания Арифлэйм. Вы знаете, сейчас, когда я говорю про Арифлэйм, может возникнуть вопрос, а Арифлэйм, это я знаю, и можете мне больше ничего не говорить. Но на самом деле хочу вам сказать, тот Арифлэйм, который знаете вы, это не тот партнер, которого знаем мы. У вас, наверное, вот у меня было первое впечатление, когда я об этом узнала о компании, что это надо брать сумки, надо выкупать продукцию и ходить ее продавать. Поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого было такое первое мнение о компании. Были такие? У меня было такое мнение, Катя, честно скажу. И когда я говорила про партнера, я думала, я не продавец, как я могу это все делать? Но дело в том, что очень много скрыто от наших глаз. В нашем проекте через интернет не надо ничего продавать, мы пользуемся, сами рекомендуем. смотрите, почему же мы выбрали именно эту компанию? Ну, во-первых, это надежно. Компания Reflame 50 лет на рынке. Это стабильная компания. Это компания, которая пришла в Россию еще до дефолта. В дефолт она не ушла из России, она здесь осталась, она выстояла. И если компания Reflame в тот момент выстояла, не ушла, как сделали многие компании, значит, на нее можно положиться. Значит, что бы ни случилось, она останется с нами. Компания работает легально и официально. Еще раз повторюсь, здесь нету никаких финансовых вложений. Продукт, который мы, с которым мы работаем, это продукт каждодневного спроса. Если мы моем руки мылом, то заканчивается мыло. Правильно? Мы все равно его покупаем. Если мы пользуемся шампунем, он заканчивается. Это продукт, который нам нужен постоянно. А если он нам нужен постоянно, он быстро заканчивается, значит, у нас будет постоянный товарооборот. Что еще хочу сказать о партнере, о компании? Что у нее свои собственные пять заводов. И плюс еще дополнительно 20 линий, которые мы снимаем. А это говорит о том, что это не посредник, что вся продукция, которую мы покупаем, не может быть просто подделки. Что вся продукция, она сертифицирована. Вы знаете, у нас в России сейчас вышел закон, может быть, я кого-то удивлю, что продукция может не проходить сертификацию. И непонятно, чем мы вообще пользуемся, что мы делаем. Так вот, в компании Reflame, если вы обратили внимание, там очень часто меняется название продукта. Как только поменялось название, компания тут же делает сертификацию. В чем еще прелесть работы с этим партнером? Что развивать свой собственный бизнес мы можем, не выходя из дома. Сидя за компьютером, проснулись, глазки протерли, вы уже на работе. Вы не тратите огромное количество времени на дорогу. Вы уже на работе. Вам не надо вставать утром, бежать, собираться, дождь, снег, ветер, мерзнуть на остановке. Этого не надо. Вы проснулись, умылись, взяли чашечку кофе, сели к компьютеру, и вы в своем офисе, вы в своем интернет-магазине. Компании более чем в 60 странах имеют свое представительство. Вы можете, создав бизнес в своей стране, заняться международным бизнесом, открыть свои интернет-магазины в других странах. Это так удобно. Вам не нужно придумывать вообще идею бизнеса, что-то считать, выдумывать, а как мне вот это вот сделать. Система готовая. Садись и делай. в принципе больше ничего не надо. Работать вы можете где угодно. Вам не обязательно сидеть за столом. Вы можете пойти в кафе, в кафе работать. Вы можете поехать куда-то отдыхать, быть вообще в другой стране, оттуда можете работать. Я вот сейчас поеду к маме, потому что надо в деревне помочь. Там есть интернет, я могу спокойно сесть и там работать. Здесь сеть потребителей, строим сеть, люди все равно пользуются. Самое главное для меня нет начальников. Может быть для кого-то это плохо, что должен быть кто-то, кто заставляет работать, но никто не стоит над душой, никто тебя не заставляет. Это твое личное дело. И что самое интересное, что мне импонирует в компании, что компания всегда идет в ногу со временем. Она всегда, как только меняется мода, тут же компания что-то придумывает, она тут же даже не успеваешь за ней, с какими темпами она все это делает. Поэтому нам и нужен такой партнер, с которым ты всегда будешь на коне, всегда будешь на высоте. И кстати очень важная интересная информация. Вся продукция, не вся, но я уже сказала, что она сертифицирована, что вся продукция имеет стопроцентную гарантию качества. Очень важно для меня, что продукция не тестируется на животных, потому что это на самом деле очень страшно. И в нашу продукцию не входят никакие животные жиры. Что еще хочу сказать? О продукции хочу сказать, что не один продукт, а их уже очень много, которые получили награды. Награды не где-то там, а именно награды и у нас в стране, и за границей. Мы все, ну, все из вас наверное знают такую награду, как товар года. и когда мы смотрим, вот я раньше по себе, я смотрю эту передачу и допустим вижу, что товар года такой-то. Это значит, что он лучше, получает награду за высокое качество. И когда мы узнаем, что это товар года, нам и купить этот продукт хочется, правильно? Мы же хотим пользоваться то, что самое лучшее. Так вот компания Реплей имеет и эти награды, и товар года. И награду Progress Awards FIFA. И Top Beauty она имеет награду. Огромное количество наград. И вот недавно была передача, где наша губная помада стала первой, вернее, лучшей передачи естественный отбор. Это очень приятно, с каким партнером ты работаешь. Но вы знаете, это еще на что хочу обратить ваше внимание. Я дочь лесника. Я знаю, сколько леса уходит на бумаге, на каталоге, на все остальное. И когда компания говорит, что я забочусь об окружающей среде, у меня сразу же была картинка, что какое огромное количество леса вырубается. это же не просто так. Так вот, обращаю ваше внимание, что вся бумага, которая производится каталоги, для они производится из возобновляемых лесных ресурсов. Как только срубается дерево, тут же на его место сажается другое. вот это, когда я об этом узнала, я готова своему партнеру просто аплодировать. Это дорогого стоит. Еще, что меня привлекло, вот честно, помимо того, что здесь и продукция классная, что здесь и возможности потрясающие, что ты можешь осуществлять свои мечты, то, что я могу помогать не только своему бизнес-партнерам, но я могу помогать тем, кто нуждается в моей помощи больше. Это детки, детки из детских домов. Компания Reflame оказывает поддержку детям, она соучредителем детского фонда. И есть определенные продукты, которые мы покупаем, эти деньги идут в помощь детям, детских домам и молодым женщинам. Поэтому я считаю, что самое важное, это даже не только деньги, хотя деньги это важно для нас, да, но важны еще и человеческие отношения. И это мы иногда ценим намного больше, деньги. Так вот здесь с нашим партнером мы получаем и человеческие отношения, и деньги, и возможности. поэтому мы и выбрали именно нашу компанию, именно компанию Reflame. И еще хочу обратить ваше внимание по поводу продукции, что компания Reflame это первая в мире компания, которая подтверждает сертификатами качество продукции. это и Partridge, это и Экосерд, это и Веган, это на самом деле те сертификаты, которые вообще в мировом обществе считаются самыми лучшими. Поэтому обратите на это внимание. Это на самом деле очень дорогого стоит. Давайте с вами разберемся, на самом ли деле выгодно работать в интернете. Мы уже о многом поговорили, что это в принципе легко, что и партнеры у нас замечательные. Но выгодно ли это? Вы знаете, я уже повторюсь, что для меня важно, что у меня нет начальника. Я работала с начальником, он попался мне очень хороший, дай Бог ему здоровья. Может быть, благодаря ей я и ушла с работы. Я выбрала для себя работу именно на себя, потому что она была хорошей, в кавычках, она всегда умела опустить тебя носом, ну, я не знаю, куда вообще человек не опускает, просто ниже плинтуса, она могла тебя просто размазать пополу, и ты чувствовала себя ужасно. Ну, а сейчас я ей говорю за это спасибо. Какой же плюс мы еще получаем в интернете, какую выгоду? Мы управляем своим временем. В чем прелесть? Вы знаете, можно работать утром, можно работать вечером, можно работать ночью. Вы сами выбираете, когда вам работать. Вы сами хозяйка своей жизни. Но здесь очень важна самодисциплина. Это не значит то, что я хочу работу, хочу не работу. Нет, наш проект это не халява. Наш проект, где нужно работать. Хорошо поработав один раз, хорошо создав и правильно свою структуру, ты всю жизнь будешь получать деньги. Ты организовываешь здесь себе постоянный пассивный доход. Границ по доходам здесь нет. Это только ты выбираешь где остановиться. Это только вы можете это сделать. Запретите поставить себя в рамки. здесь возможно путешествовать. можете жить в любых странах. Вы можете свой бизнес, я говорю, вести откуда хотите. В нашем проекте вы можете ездить за счет партнера нашего, за счет компании Recoin три раза в год отдыхать за границей. Вы знаете, в компании здесь, в проекте я только смогла себе позволить поехать за границу. И даже не в денежном отношении, а именно морально. Потому что раньше мне казалось, как это я поеду за границу, а что я там буду делать, а я вообще языка не знаю, ой, а как мне там себя вести. да ладно, у нас и в деревне хорошо, пойдешь вон на речке солнце, есть красота, природа, лес кругом. Но знаете, когда ты выезжаешь за границу, вот мне как-то девочка сказала, я люблю нашу Россию, я очень люблю Россию, я обожаю природу, но когда ты выезжаешь за границу, ты начинаешь сравнивать, ты начинаешь любить и свою страну больше, и ты начинаешь видеть, как живут люди, и ты понимаешь, что я обожаю свою страну, я люблю ее, но жить я хочу хорошо, и хочу, чтобы мои родные и близкие тоже жили хорошо. Здесь мы вы даже не представляете, какое огромное количество друзей вы здесь сможете получить. Мне кажется, в жизни я не получаю, не было у меня столько друзей, сколько я получила здесь в интернет-проекте. Это просто несопоставимая вещь. Вы увидите, вы даже представить себе не можете, какими красками заиграет ваша жизнь. Это потрясающе, когда тебе говорят спасибо. Вы знаете, я раньше думала, что это не так важно. Но вы знаете, это важно. Ты понимаешь свою значимость вообще в этом мире. Ты понимаешь, что ты ценный человек. Ты можешь заниматься работой, я не знаю, с той интенсивностью, которая тебе интересна. и в нашем проекте вообще в работе в интернет ты не тратишь время на дорогу. Не надо тратить час туда, час обратно, но я не знаю, как в других городах, у нас в Москве, где я живу, я тратила и по два часа туда, и два часа обратно. У нас здесь сумасшедшие пробки, и работа у нас занимает очень много времени. Поэтому интернет проект это просто как палочка-выручалочка. Ну, во всех смыслах, какие только можно представить. И хочу вам рассказать о наших победах. Вы знаете, я всю жизнь мечтала о квартире, сейчас она у меня есть. Спасибо проекту за это, спасибо Бизе, спасибо потому что в нашем проекте у нас проект создан не одним человеком. У нас проект создан разными людьми, разными как и возрастной категории, разными и по образованию, да и вообще разными людьми. Кто-то у нас энергичный, кто-то у нас спокойный. Поэтому здесь каждый человек вкладывает толику своего профессионализма. От каждого человека вы можете взять что-то свое. Но у нас очень сильно дружная и потрясающая команда. И если в нашей команде мы добились успехов, если мы исполнили свои желания, мы поможем каждому из вас и это сделаете можете вы. А мы вам в этом поможем. Смотрите, девчонки купили свои машины на свои собственные деньги, ездят за границу. Разве могла Гузель представить, что ее будут печатать в журнале? Это удивительно. И все это благодаря проекту. Это наши маленькие победы. Я уже говорила, что здесь вы можете ездить за границей. Но как чествуют вас на банкетах, как чествуют вас, когда вы выезжаете, вы не представляете, какой вы получаете от этого кайф. Вы едете с теми людьми, с кем вы, может быть, даже думаете одинаково. Есть поговорить о чем. Знаете, первое, о чем я думала, когда если я куда-то поеду, а как мне там, я ж никого не знаю, как мне с людьми познакомиться. Вы знаете, здесь даже если ты человека видишь первый раз, тебе каждый радует. Это удивительно. У меня есть знакомая, она говорит, Ир, вас всегда можно, вот из толпы всегда можно выделить, потому что постоянно на позитиве, а уже невозможно по-другому, потому что жизнь такая. Все люди смотрят на это по-разному. У меня, когда я познакомилась с женщиной, мы разговаривали, у нас общая знакома была, она нас познакомила, женщина на первом этапе сказала, я не хочу с ней вообще общаться. У меня был такой вопрос, я говорю, слушай, а почему, я вроде ничего плохого не сделала. Вы знаете, какой у нее был вопрос? Вернее, не вопрос, а что она ответила, она сказала, она все время улыбается, и меня это бесит, что у нее все хорошо. Вы знаете, я так была рада, я говорю, передай ей огромное спасибо, я благодарна, что ко мне будут притягиваться люди, которые так же, как и я, будут радоваться, и которые будут жить хорошо. Так вот, если вы хотите радоваться и жить хорошо, приходите в нашу команду. Мы с удовольствием с вами поделимся этой радостью. Но, как только мы приходим, вот я, как только я стала, пришла в проект, расскажу о себе, мне тут же огромное количество людей стало советовать. А зачем тебе это надо? А ты что, хорошо жить хочешь? А у тебя вообще получится? А у тебя нет образования, куда ты лезешь? Это бывает очень часто. У нас страна советов. Знаете, я обожаю эту вот картинку, обожаю эти слова. Когда советы нам дают те люди, которые сами ничего в жизни не добиваются. Особенно мне советы дают женщины, которые сами не замужем, но рассказывают, как надо выйти замуж. Или у самих кредит, но они рассказывают, как можно заработать денег. Вот это меня, ну, страна советом у нас. Поэтому, когда вы придете в проект, никого не слушайте. потому что это ваша жизнь. И если у вас что-то случилось, то помочь вам даже деньгами. Вам не дадут денег навсегда, вам все равно их придется отдавать. Вы знаете, сейчас, вот буквально недавно, и очень часто мне, кстати, приходят такие сообщения из банков. Мы вам даем кредит, приходите, вы потратите, вы станете счастливой, когда исполните свои желания. И это прекрасно. Но когда я посчитала, сколько денег надо за это отдать, это половину, даже не половину, да, это половину, больше половину даже того, что они мне предлагают. И знаете, халява иногда выходит очень таким боком неприятным. Я получу один раз свои желания исполню, и потом всю жизнь должна на них отрабатывать. Я не хочу. Я лучше приду в проект, поработаю хорошо, и получу эти деньги, и буду их получать всегда, не один раз, чтобы их потом отдавать, а всегда. И если говорят, что не в деньгах счастья, вы знаете, когда денег много, как-то легче переносится, что не в них счастья. С деньгами как-то все проще получается, чем без денег. И мне очень понравилась фраза «Живи без рамок, ты не фотография». Если маленький ребенок, когда он ходит, он падает, вы, вот если мамочка, вы представьте, ваш ребенок шел, стукнулся, плачет, все равно идет, вы что говорите ему, ой, миленький, посиди, не ходи, ты тебе синяков набьешь, давай ты лучше сидеть будешь, я тебе носить буду. Или вы наоборот возьмете за ручки, давай, дорогой, давай, я тебе помогу. Вот наш проект это точно так же, мы говорим, давай, давай, мы вам поможем, да, может быть и стукнешься, да, и будут иногда шишки, но это того стоит. когда мы вырастем, когда ты вырастаешь и становишься совсем другим. И когда начинается какое-то дело, все начинается с малого. Невозможно сдвинуть гору сразу. Ее возможно перенести, когда ты переносишь даже мелкими камешками. Даже если делая по чуть-чуть, можно свернуть горы. делая по чуть-чуть, можно построить свой бизнес, построить свое собственное дело, которое будет приносить пассивный доход. То, чего добились здесь мы. У меня в принципе все. Я вас приглашаю в наш проект, в проект, где осуществляется желание, и желаю, чтобы вы каждый день принимали вот эти витаминки по одной ложке, куда входила бы радость, любовь, счастье, нежность и исполнение желания. На этом у меня все. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите, а я вам сейчас поставлю наше любимое видео. наше логичье, я за что вы посмотрите, Продолжение следует...